Так, друзья, вот раннее утро, у нас ранний очень отъезд, вот поэтому мы выходим пораньше. Вот уже посмотрите на самом деле, насколько озеро спокойное, там вот облака спустились на горы, в общем, все прекрасно. Вот наша машина, в скором времени мы уже будем отъезжать, мы едем на порог. Вот, и вы, пожалуйста, вот кто хочет, всем советую. Домик, баня, катер. И вот здесь вот внизу телефончик. У дяди Лёни максимальный комфорт за минимальные средства. Смотрите, здесь вот такая вот летняя кухня, она достаточно большая, вот здесь вот нужно всем сидеть, кушать. Вот этот вот главный дом, там вот на втором этаже можно жить, да, на первом этаже можно жить. Вот, вот здесь вот такая тоже, если, в общем, здесь можно сделать вот какой-то либо там мангал, либо там пазан тоже туда можно поставить. И вот здесь вот можно отдыхать. И, что самое, наверное, главное и самое большое преимущество у меня дяди Лёни, потому что у него есть вот такая вот большая-большая лодка. Вот вы можете все сюда сесть, и он может сделать для вас прогулку вот по этому озеру. Потому что без какой-то водной прогулки Телевское озеро, это, наверное, вообще не то. Потому что главное здесь вот именно ощутить, что тут путешествие по воде, вот эти водопады, горы. И вот это невозможно сделать без вот такой вот какой-то огромного, такого большого суда. Поэтому всем очень советую, приезжайте к дяде Лёне, он вас очень ждет. Смотрите, как красиво облака спустились на горы, друзья. Это просто бомба. Слушай, а ты вправо уже вырули чуть-чуть? Вправо вырули, да. Да, вправо вырули. Бои, господа, вашему вниманию представляется экскурсия. Экскурсия по долине реки Чулышман. Река Чулышман с левой стороны. Город слева-справа. Мы сейчас едем вдоль долины. Наша экскурсия, наверное, 70 километров в один день. Спасибо за внимание. Там живут бобры. Краснейшие лошади. Красивейшие. А на самом деле вот этих быков, вот там лошадей, которые везде где-то, у них вообще есть идеальные условия. Почему? Потому что, во-первых, у них вот там вот речка, да, где они там могут водичку попить. Во-вторых, у них тут огромнейшие поля просто, где они могут ходить. Прекраснейший воздух. Вот, посмотрите, вот горы уходящие просто в небо. И я думаю, то, что они здесь вообще просто очень прекрасно чувствуют. Маленький, маленький, маленький. Долина полная лошадей. Солнце дает такой свет идей, это блоков. Очень все красиво вообще. Друзья, вот посмотрите, мы идем. Вот туда, видите, там такие скалы, которые называются каменные грибы. Прошли сейчас к таким вот горным ручейкам. Видите, здесь все чистая питьевая вода, текут ручьи. Нам с вами, вот видите, проходим через такой вот мостик. Там вот налево полные прогулки на право грибы. Вот, соответственно, идем дальше. Впереди вот такая вот, такой вот подъем, такой прекрасный гору. Оставайтесь с нами. Друзья, я на камне. Смотрите, какая прекрасная долина. Это просто бомба. Вот там вот стоит дерево с повязками для желаний. Вот там вот водопады. За мной вот такая вот гора. На ней небо. Мы близко вообще к небу. Это очень круто, очень классно. Друзья, ну, в общем, мы дальше поднимаемся. Нашли наших ребят, которых мы с вами. Вид просто чудесный. Еще немножко нужно будет подняться. Вот они, друзья. Видите, такие скалы, которые напоминают по своему внешнему виду грибы. Вот поэтому это называется грибы. То есть здесь вот, видимо, какое-то было выветривание, какая-то эрозия. Вот там внизу прям вот, видите, под нами. Там такая огромная-огромная скала. Ну, или там вращельная, я не знаю. Вот там вот эта вот долина реки. Ну, тут совсем немножко и до облаков. Да? Вот там речка течет вот тут. Там вот она втекает в ту большую речку. Да, вот там вот. Тут вот ребята стоят, ждут нас. А мы идем вот туда дальше. К самим грибочкам, чтобы увидеть их поближе. Так, друзья, вот смотрите, прям за мной вот этот вот грибочек один из... Ну, там очень много, да, Витя, грибочек, но ближайший вот этот. Я его рассмотрел. На самом деле, структура, кажется, очень нестабильная. Поразительно, как, правда, такую тему сделал. Наверное, там какой-то... Как он держится? Почему камень сверху? Такое ощущение, что там какой-то, как бы, бетонный или что-то такое. Вот, а сейчас я, смотрите, захожу вот на такую штуку. Что это такое? Это, как бы, видите, здесь скала такая. И, в общем, вот здесь вот прям вот вид такой, видите, прекрасный. Открывается вообще на все, на грибочки, на все. И плюс ко всему здесь еще такой камень и вот такой деревце стоит. Меня сфоткали. Вот, друзья, мы дошли вот до такой точки. На самом деле, можно подняться даже еще немножко выше, но ребята уже не хотят идти, как бы, выше там, девчонки уже хотят вниз идти. Вот, но, как бы, я даже не знаю, сейчас просто тут скала. Вид, конечно, очень красиво. Видите, вот там небо, оно, как бы, уже прям горам. Ну, короче, очень классно. То есть, прям горам так вот примыкает. Вот, и на самом деле эти грибочки, вот они прям здесь видны. Можно их подойти, посмотреть, вблизи рассмотреть. Ну, короче, очень классно. Ну, немного, конечно, страшно, да, там, неподготовленным людям, если так вот идти по таким вот ответственным штукам. Но, в принципе, если так вот аккуратно идти, там, в хорошей шубе, вот я в таких, видите, кроссовках, поэтому то, в принципе, очень даже комфортно. Ну, и плюс еще, видите, вот здесь вот очень классный вид, который прям сзади меня. Просто безумно классно. На самом деле, вот такие виды, это очень-очень круто. Поэтому всем желаю посетить такое прекрасное место. Девчонки ушли. А мы вот с Денчиком решили подняться еще чуть подальше, повыше. Прошли уже эти грибочки, которые там были. Они уже все сзади. Сейчас смотрим, думаем попасть. Сзади нашли, думали, все грибочки прошли. Видите, они вот там вот где-то. Вон там. А ну еще такой вот грибочек. В общем, неустойчивая структура. Прям вот над головой. Ага, вот тебе на. Грибочек. Сейчас еще шандарахнется. Ребята, давайте пойдемте отсюда быстрее наверх. Опасно. Так, друзья, ну дошли мы вот тут до какой-то точки, где тропинка у нас кончилась. Там, в общем, сейчас. Ден, как ощущение вообще? Ощущение отличное. Мы до топлива до уровня елки, до уровня облаков. Скажи, пожалуйста. То есть, смотрите, вот елочка, да? Там вот где-то облака. Ну, то есть... Ну, вот, да. Если вот так вот посмотреть, вот они прямо вот на нашем уровне, да, на самом деле. Тропинка тут уже кончилась, вот. И как-то мы, честно говоря, уже как-то... Не знаем уже, как дальше идти. Скажи, сколько наверх осталось. Смотрите, вот тут вот... Темчик. Да, сейчас... Смотри наверх. Там вот до верха осталось там совсем чуть-чуть. Еще столько-два раза. А, еще... Ну, там как бы это все хитро, да? Обманчиво. Вроде ты ползешь-ползешь, думаешь раз уже тут. А тут раз тебе камушек просто. Раз тут, а тут раз уже камушек. Вот. Ждут нас там внизу уже, но... Конечно, впечатление здесь просто уже, просто бомбичное. Вот посмотрите, просто какой здесь вид. Просто гугл-карты, да, и вот видно абсолютно вообще все. То есть, ну, здесь просто тишина. Мы слышим там звук водопада, да, и поют птицы. Но здесь, кстати, очень необычная тишина. Наверное, вот просто как картинка. Я сейчас сделаю еще парочку фотографий, которые я оставлю в своем инстаграме. Обязательно подписывайтесь на меня. Вот. И на самом деле вид здесь, конечно, очень шикарный. Вот. Короче, место просто суперское. На самом деле оказалось, что спускаться посложнее, чем подниматься. Потому что вот вроде с одной стороны тебе кажется, тропинка туда-вверх. Пока спускаешься вниз, тропинка вот на как бы вот... Вот такая вот, да. И порой даже непонятно, где тропинка. Вот. И на самом деле мы что-то с Денчиком немножко не рассчитали. Но солнце уже заходит. Вот. Но я уверен, что все будет хорошо. Потому что совсем чуть осталось еще такого как бы... Какого-то вот такого угла. Да, хардкорного угла. А потом будет все нормально. Поэтому все. Давайте дальше. Когда мы поднимались, было солнце. Сейчас как бы уже вечер. То есть мы уже хотели просто успеть. Вот там только лучики последние остались. Мы хотели просто успеть добраться до темноты. Пиш. Настолько было страшно. Мы там вот заблудились. И на самом деле, я вам так скажу, что будьте реально осторожны на этих вот скалах. Потому что спускаться всегда сложнее, чем подниматься. Вот. Будьте очень осторожны. И вот на самом деле я иду вот здесь сейчас, где мы вначале только начинали. И для меня это кажется какой-то вот детской шалостью. Потому что до этого мы поднимались там. И там было вот... Ты смотришь, не смотришь, где же уцепиться? Ну вот как съехать вообще? Там какая-то скала реально отвесная. И непонятно, как это все воспринимается головой. Там скаловазы это все нормально там ходят. Для меня это было очень необычно. Поэтому, ребят, будьте осторожны. Либо с гидом каким-то, либо вот... Прочитайте какие-то мануалы, там, форумы какие-то или что-то. Поэтому будьте осторожны. Плываем на лодочке обратно. Плываем на лодочке. Едем вот по такой дороге. Не успели на базу приехать из-за того, что мы с Денисом потерялись там в лесу, ой, на горе. Едем по такой дороге. В общем, только что прошел дождь, сверкает молния. Вообще просто ужас. Не видим вообще ничего. Не знаю, доедем или не доедем. Я гоню как могу. Стараемся изо всех сил. Саша Конд, реально, это не шутка. Вот, ребят, просто не переключайтесь, оставайтесь на этом канале. Подписывайтесь на наш инстаграм. И я просто очень прошу, ребят. На наш инстаграм. Потому что очень страшно, реально. Поддержите, пожалуйста, нас лайком на этом видео. Субтитры сделал DimaTorzok